А мы продолжаем, дорогие друзья, и у нас есть возможность вам представить постоянного гостя студии. Валерий Самборский сегодня изготовил в нашей студии, это эксперт с кавой. Сегодня, Валерий, что мы будем делать? Что будем сегодня изготовлять? Всем доброе утро! Куда смотреть? На любую, главное на нас! Так, у нас сегодня, как я называю, самый позитивный рецепт. То есть кофе мы называем кофе-улыбка. Еще мы его, у нас в заведении, в кафе, у нас его заказывают вот таким вот жестом. Ага, точно так. Ну, я думаю, когда мы его приготовим, то есть там станет более понятно почему, да, то есть у него есть много кодовых названий, но в целом, как бы, мы называем позитив. Ну, а что может быть круче позитива? Я ничего не знаю. Что для позитива нам необходимо сегодня? Так, нам для позитива необходим позитивный кофе. Правильный, да, то есть туркофе. Так, турочка наша, яичко, сахарная пудра и, как там говорит? Шпажка деревянная. Это пензлык. А, пускай будет пензлык. Этим пензлыком мы будем делать наш кофе позитивным, визуально. Так, яйцо свежее, правильно? Ну, конечно. Все, готово. Тогда точно. Ну, и, конечно, сахар, это для любителей сахара. Сахар обязательно. Итак, что, начинаем? Начинаем с чего? Так, начинаем, начинаем. Давайте мы начнем с самой такой процедуры. Берем яичко, разбиваем его в блюдечко, вот, и нам надо отделить желток от белка. Ну, обычно я это делаю с двумя половинками шкарупы. Это талантные, такие талантные имеют только женщины, которые передаются им с генетической памятью, вот, в будущих, предшествующих поколений, я, как мужчина, у меня яйцо даже разбить, видите, не получается так красиво, эстетично. А что же мы теперь будем делать? Вот, ну, скажем так, сегодня у нас еще и будет такая модная рубрика, лайфхак называется, да? Как отделить желток от белка. У нас есть такой волшебный гаджет, это делается вот таким вот образом. Только в программе «Новый день» может... Вот так вот, раз, видите, никто не получается. Валерий сегодня бьет все рекорды, да? Да, да, я бью все рекорды. Ну, в общем, в целом, да. Частично получается. Оно вообще обычно должно так раз и весь желток быть в бутылке. Ну, уж простите, утро еще, я еще могу... Так, ну мы продолжим позитивить, да? Да. С утра. Я надеюсь... Здесь уже, да, здесь уже проще. Нам надо подобным образом, да, взбить как можно такую пенку, воздушную, желток. Это происходит в районе двух минут вообще, как бы, на кухне. Сейчас мы это время и заполним эту паузу. И нам необходимо добавить сахарную пудру, чтобы наша жизнь вообще была сахарной и сладкой и еще больше в ней было позитива. Примерно чайную ложку, правильно? Да, где-то так. Ну, вообще это все по вкусу делается. Кто любит послаще, тема будет в диете. Кто любит посидит, таму зеленой кофе надо, свирьком. Красиво им? Нет. Очень. Ну, пока очень красиво. Очень? Сейчас посмотрим, насколько вкусно. Я смотрю, уже сходит сольную нашу курицу, да, то есть вот такой сочень маковатое, сукаво. А мы могут сегодня им на дому таком жить. Мне пока напоминает приготовление бисквитика. Желточек, сахарочек. Ну, знаете, самое главное, чтобы были приятные ассоциации. Теперь мы насыпаем наш кофе. Понятно, дома у кого нет машинки, это в турочку делается, все засыпается. Сахар традиционно мы один, ну, стикнутость 5 грамм бросаем, да, кладем вернее. А в данный момент, в данной ситуации нам надо примерно половинка, чтобы он не был сильно приторный, потому что у нас есть... Пудра уже. Пудра, ну и желток. В основном. Есть. Все, нажимаем кнопочку, ждем. Вообще история создания такого кофе, такого рецепта? Это авторский рецепт или... Это авторский рецепт, но я его так называю, по крайней мере. Может быть еще на каком-то... Континенте. Континенте. Или в каком-то городе, кто-то изобрел его, но мы это называем нашим изобретением конкретно нашего заведения. Как возник такой рецепт? Я, например, очень люблю яичный желток. Вот лично я. Ну и вот, как вы говорите, бисквит и так далее, да, как он готовится. Мы решили попробовать вот наш кофе, добавить таким ярким, вкусным, желтым пятном, желтый этот, желток. Ну и вот таким образом попробовали. В общем-то, всем понравилось. Это один из хитов сегодня в нашем заведении в продаж. Вот, поэтому очень хорошо сочетается непосредственно вот с таким форматом, видом кофе. И на самом деле есть очень много рецептов именно кофе с яйцом. Ну, в данном случае это с желтком, а есть вообще еще называется кофе по-норвежски. Там яйцо прямо вот, оно как варится. Ну, в общем, мы когда-нибудь, если нам позволят условия в студии, мы его даже и приготовим. Что, достаточно интересный рецепт тоже. Так, кава наша готова. Вот он имеет такой вот вид, видите, пеночка. Теперь что мы делаем? Ну, сверху. Вливаем сверху, есть. Вот такие вот. Практически сердце, но сердце распылось. Солнышко. Но я так понимаю, не просто так нам нужен был пензлык. Так, пензлык нам нужен, чтобы сделать из него смайлик. А не солнышко и не сердце. Так, давайте вот сейчас. И так, что мы делаем? У нас сейчас раскроется самый главный секрет Бориста, да? Как они рисуют на кофе. Макаем в пенку. И вот здесь вот, видите, как он рисует замечательно? Очень легко. Да. Я, правда, не сильный художник. Но я думаю, что утром сделать такой приятный сюрприз для своего любимого человека, для какого-то родного. Инна, я ждал это. Я просто ждал. Этот нежный возраст, когда еще так хочется баловать своих любимых подобными вещами. Вот так у нас получается, друзья. Такой смайлик. Я думаю, что сейчас я поднесу и вам покажу, друзья. Давай. Да, но это стоит показать с самого утра, согласен. Все могут увидеть сейчас то, что я показываю. Нет. Видят или нет? Бачат, бачат, бачат смайл. Вот так мы вывели и все у нас вышло. Ну, я сейчас не просто так подошел до операторов. Я думаю, что сейчас посмехаться будут все наши операторы. Так, потому что сейчас мы запрошиваем. Потому что у них есть возможность попробовать эту красоту. Ну, подходь, подходь, давай. Мы уже тебе проповедуем, мы сейчас попробовали. Это уникальный случай. Уникальная важность. За два сезона я в первый раз такое счастье достается оператору. Так, я переходу сюда и передаю. Передаю, держи. Смакуй и скажи, нормально или нет? А руки трясутся. А руки трясутся. А руки трясутся. Вкусно? Ну, по вкусу, наверное, вкуснее, чем обычное кофе. И пенка хорошая, как бы радует пенка. Ну все, эксперт сказал. Яйца не чувствуются. Не чувствуются. Не чувствуются, что там есть яйцо. Бисквитный вкус как раз у него. Да, какой-то бисквитный у него, на самом деле. Вы понимаете, сегодня зерковый час. Да, можно забрать и себе, смакуй и дай. Еще рады всем надеяться. Ну да, позитивно снимать надо. Ну что ж, друзья. Красава на нашего Артема. Так, смотрите. Смайлик у нас до сих пор в чашечке. Да. Это искусство, вы пить так, чтобы не навредить смайлику. Ну, видны таланты. Ну что ж, друзья, сегодня сделали вот такую каву. Давайте еще раз нагадаем назву. Позитивный. Давайте мы ее вот так назовем. Класс. Кава-класс. Вот такая кава-класс. Фирмова кава была приготовлена сегодня, приготовлена сегодня в эфире. Спробована. Точно сказали, что смак хороший. Найголовнейшее яйца не чувствуется.